Добрый вечер! Я очень рада приветствовать вас на этой сцене, тем более, что эта сцена видела большое количество постановок современной драматургии. В первую очередь я хотела поздороваться с вами и поздороваться с этой сценой, на которой шли пьесы Сигарева, Врыпаева, соответственно, Поспелова и Юлия сейчас идут, Ася Волошиной. То есть сам по себе вот этот разговор о современной русской драматургии или о новой драме, или о, соответственно, драматургии эпохи постдрамы, как было заявлено в пьесе, начался задолго до того, соответственно, даже как я появилась на этой сцене. То есть этот диалог очень давно идёт, он очень давно начат. И вот разговору об этом диалоге посвящено несколько больших журналов. И последний, 48-й номер журнала «Театр», который, я уверена, у многих из вас уже есть, у тех, у кого его нет, я настоятельно рекомендую его купить. Он как раз посвящён истории фестиваля современной драматургии под названием «Любимовка», одного из тех фестивалей, который является в определённой степени такой драматургической и театральной гетеротопией, отдельным пространством, внутри которого и благодаря которому мы с вами можем знакомиться с очень разными текстами. Эти тексты могут быть представлены в очень разных театрах во всех уголках России и мира. Но сегодня я, как ни странно, буду с вами говорить не о… И специально я это буду делать, то есть не о тех авторах, которые на слуху, соответственно, о которых вы очень хорошо знаете, а скорее о драматургии, которая составляет 0,01% пьес, идущих в репертуаре. То есть я буду говорить о драматургии эксперимента, которая, в общем-то, фиксирует, соответственно, переход на новый уровень отношений драмы и театра. Вот не случайно я запустила эту презентацию, во-первых, чтобы вам не было скучно смотреть только на меня, вы могли еще время от времени переключаться на экран. И, собственно, вот сам по себе этот диалог о том, что драматургия в какой-то момент перестала обслуживать нужды театра, и уже написан определенный пул хороших пьес, проверенных временем истории, и в том числе истории театра, был положен книгой Ганса Тислемана, написанный в 1999 году на немецком языке и в 2013-м переведенный на русский язык. И как бы с этой книгой тоже, соответственно, многие знакомы, она широко известна в узких кругах. И в этой книге Лемон говорит о том, то есть если дословно мы ее переводим, то есть не постдраматический театр, а постдраматургический. Он фиксирует проблему развода пьесы и театра, как в свое время очень удачно придумала эту формулу мой педагог и мастер курса драматургов, которых мы тоже набираем при РГИСе, где, собственно, я и служу, на новой сцене Александринского театра Наталья Степанова-Скароход. И вот сформулировав вот эту проблему, спор двух разводящихся, такую, в общем, проблему в интонации Бергмана сцены супружеской жизни, то есть двух супругов на грани развода, драмы и театра, я бы хотела сегодняшний разговор выстроить. Потому что, по мне, то, о чем пишет Лемон, основной его месседжи заключается в том, что драма стала фигуративной и нарративной, и в рамках вот этой фигуративности и нарративности драмы, соответственно, театру она перестала быть интересна, потому что театр постепенно стал уходить в противоположную сторону, его стала интересовать партиципаторик, его стала интересовать перформативность, и то, о чем, собственно, активно пишет в искусственном аде Клэр Бишоп, тоже большой теоретик искусства, в том числе и театра, и перформанса, в перформативном повороте, внутри которого мы оказались, внутри которого мы живем. То есть в перформативном, протисепаторном повороте, когда мы уходим как будто бы от прежних форм театра, частично, я имею в виду театральный авангард, и переходим к отдельному со-зданию, со-креаторству, соответственно, со-участию и всевозможным разным формам со. И, как правило, когда мы говорим с вами об этих формах со, мы говорим про зрителя и про роль зрителя в такого типа театре, будь то сайт-специфический театр, инклюзивный театр, или же всевозможные разные социальные ответвления театральных практик. Но в то же самое время мне кажется, что драматургия сама по себе оказалась очень хитрой и живучей, потому что, безусловно, большая часть текстов обслуживает репертуарный театр, и мы видим большое количество, большой приток хорошо сделанных пьес. И это хорошо, потому что драматургия должна быть разной. Но в то же самое время те тексты, которые как будто бы должны были перестать существовать и прервать окончательно свою связь и с театральным, и, не побоюсь этого слова, перформативным авангардом, они тоже реструктурировались. И вот о причинах вот этого реструктурирования я бы хотела поговорить. То есть мне об этом с вами интересно тоже помыслить и поспорить, и я буду очень рада вашим вопросам. Значит, вот в тот момент, когда Ганнстис Лемон в 1999 году выпускает свою книгу «Постдраматический театр», еще один американский теоретик литературы Аллен Кирби выпускает несколькими годами позже книгу под названием «Образы современности в XXI веке. Диджимодернизм». Книгу, которая частично переведена на русский язык, кусочки и отрывки ее можно раздобыть, и вот, собственно, английская версия внизу под руками героини «Черного зеркала», я не случайно взяла эту нарезку, дана, то есть английская версия, которую можно скачать. О чем эта книга, да, и почему она нам так необходима для разговора о современной ситуации в той драматургии, вот в которой мы с вами внезапно оказались. Дело в том, что, как я уже сказала, театр в конце XX и начале XXI века пережил не только перформативный поворот, но и цифровой поворот, да, и, собственно говоря, вот с этим цифровым поворотом связана, как пишет Аллен Кирби, смерть постмодерна. Да, то есть этот поворот был, как он говорит, осуществлен в 90-х и связан с развитием новых технологий, сильный и необратим, которые реструктурировали природу автора, читателя, текста и отношения между ними. Вот, и в этой концепции Кирби, в общем, есть два очень важных момента, да, связанных с цифровой природой. Это, соответственно, фиксация на авторе и читателе, да, то есть, в общем, той формуле и той фигуре речи, которую мы активно пользуемся, да, в быту и в обиходе, вспоминая, например, работы Ролана Барта, да, и его разговор, соответственно, о природе отношений читателя и текста, да, читателя художественного текста. И Кирби, соответственно, тоже продолжает свой, в данном случае, литературвический диалог, он говорит о том, что автор, безусловно, в каком-то виде сохраняется, а читатель реструктурируется, да, то есть, читатель цифрового текста, да, то есть, вот этой цифровой вселенной, которая отчасти заменяет нам реальность, да, и внутри которой мы с вами частично живем, и эти тексты так или иначе потребляем цифровые, превращается в потребителя, да, то есть, он не становится соучастником, он становится потребителем. И внутри вот этой формы потребления устанавливаются свои отношения, и, как пишет Аллен Кирби, смерть автора, да, произошла в действительности не в момент написания Роланом Бартом, да, своей программной статьи, посвященной смерти автора, она произошла в период диджимодернизма, да, то есть, период цифровизации, соответственно, текста, в период цифровизации нашей с вами реальности, да, и она произошла в силу бесконечно расширяющихся возможностей и бесконечно расширяющихся вселенных текстов, да, то есть, текст перестал находиться в своей статической форме, да, то есть, текст перестал быть зафиксирован на бумаге, он перешел в цифру, да, он перешел в пространство интернета, и если мы с вами обратимся, предположим, к фринч-программе фестиваля Любимовка, да, который проходит в Москве, да, и частью которого, я думаю, многие из вас являются, да, в виде зрителей или драматургов, вы можете мне сказать, что существует большой приток текстов, которые играют по своим правилам, да, и очень интересно про это сказали, ну, собственно, кураторы, да, фринч-программы Любимовка, которые тоже возникли не спонтанно, да, не специально, а просто в силу того, что, как мы понимаем, появилось большое количество текстов, которые, именно текстов, да, даже уже не пьеса, а текстов, которые свое существование ставили под вопрос относительно того, текст или это, да, как, например, мы спорили, соответственно, были большие штудии, там, 20 лет назад или, там, 15 лет назад, да, между, соответственно, театроведами и литературоведами относительно того, пьеса, например, «Июль» этого Рыбаева или это текст для исполнения, да, и категория драматургического текста на тот момент была закреплена, да, легитимизирована, и вообще жанр текста для исполнения стал формой, да, которую, в общем-то, активно, которой пользуются режиссеры, которые пользуются драматурги, эти тексты пишутся. Так вот, приблизительно похожую историю мы наблюдаем последние 10 лет, да, в драматургии, опять же, ну, это не является широким пластом, да, драматургических текстов, потому что, как вы понимаете, есть пьеса «Человек из Подольска», да, Данилова, да, есть огромное количество репертуарных текстов, да, в хорошем смысле, которые работают с характером, да, да, которые работают с системой персонажей, которые строят не только коллизию, но и конфликт, да, на разных его уровнях, но, тем не менее, возникает приток текстов, которые активно нам сопротивляются. И кураторы «Фриндж-программы», в числе которых Гульнар Гарипова, Алексей Андрей Жиганов, Полина Пхор, Ксения Савельева, вот в 2020 году написали такую небольшую фразу, в которой, мне кажется, заключается суть проблемы отношений с такого рода текстами, да, с текстами «Фринджи». Они сказали, что мы искали пьесы для «Фринджи» за пределами текста, за лиминальной линией языковой матрицы, и, возможно, мы хотели найти пьесы, опровергающие текст как вещественный ориентир, бесконечно пишущийся истории мира, но обнаружили непокорность текста, его безразличие к нашим поискам, его способность возрождать и давать достойный отпор всем ожиданиям, да, всем тем ожиданиям, которые мы от него хотели услышать. Мы столкнулись с витальностью текста, поэтому во «Фринджи» программе пьесы нам дают сдачи. И вот в этой фразе, мне кажется, заключен очень важный сюжет, связанный с тем, что, вот я запустила этот слайд, да, тексты новые, да, «Фринджи» программы, ну, в частности, например, тексты Екатерины Августиняк, да, тексты Оли Потаповой, да, да, может быть, кто-то из вас читал эти пьесы, Ани Агаповой, романа Осьминкина, да, которые себя, ну, ассоциируют не только как исследователи-ученые, да, достаточно серьезные, но и как писатель-драматург, да, тексты, ну, предположим, ну, очень большого количества авторов, они строятся по иным принципам, законам, и, в общем-то, эти законы кажутся нам чрезвычайно неудобными в практическом применении, да, то есть вот Кирби, совершенно не зная русской драматургии и совершенно к ней не имея никакого отношения, и в руках он не держал эти пьесы, не был участником «Фринджи» программы, написал несколько тезисов, да, вот, которые я выбрала на экран, характеризующие цифровой текст, да, то есть он характеризует текст Википедии, да, свободной энциклопедии, он характеризует, ну, тексты всевозможных свободных словарей, да, которые существуют в поле интернета, и экспериментальных текстов прозаических, которые работают похожими инструментами. И вот он говорит, что у текста есть начало, заданное его автором, но не может быть конца, да, то есть это текст бесконечно расширяющейся вселенной. Это очень похоже, ну, так скажем, на бесконечные вселенные, да, которые пытаются выстраивать DC и Marvel, да, и это расширение может разными способами функционировать, да, за счет подтасовки и добавления персонажей, за счет тегов и гиперссылок, да, которые нас все время уводят, да, с тропинок текста и заставляют нас все время внутри этого текста плутать и выстраивать свои собственные личные частные маршруты. Кроме того, как пишет Кирби, есть эфемерность текста, то есть он важен только здесь, да, только тогда, когда мы с этим текстом соприкасаемся, и происходит момент нашего соучастия и как бы созидание в чтении этого текста. Второй момент, который фиксирует Кирби, и он в данном случае, вот этот второй момент не сильно отличается от бартезианского, да, удовольствия от текста, а третий момент отличается, да, то есть это анонимное авторство и множественность, да, но в данном случае, когда он говорит про анонимное авторство и множественность, он, безусловно, имеет в виду тексты, ну, допустим, там той же самой Википедии, да, про которую он пишет, когда действительно тексты не подразумевают авторство, Но во Фринджи и не только в нём мы сталкиваемся с ситуациями, когда действительно автор неизвестен. Это может быть элементом игры, это может быть продиктовано разными обстоятельствами, но в сегодняшней программе фестиваля всё чаще встречаются тексты, которые написаны коллективом, то есть они написаны компанией авторов, даже представленные заявки в этом году на фестиваль Любимовка. То есть это соединённые кусочки, такая орнаменталистика внутри драматургии. Кроме того, это тексты, зафиксированные, как пишет Кирби очень забавно, на электронном двигателе, и закавычивает это, и тексты, которые связаны с цифровыми технологиями. То есть это тексты цифровых технологий, которые, в общем-то, с одной стороны, вечные, потому что вроде бы они не могут сгореть, например, как бумага, их очень сложно сжечь, как второй том «Мёртвых душ». В то же самое время мы понимаем, что это эфемерные тексты, потому что они в любой момент могут быть уничтожены или же могут потеряться в этом большом напластовании и потоке интернета. Как, например, все наши электронные библиотеки современной драматургии, а у современной драматургии немало библиотек. Все-таки есть сайт Любимовки, в котором выложено большое количество пьес, на которые мы можем с вами периодически ходить. Есть театр-студия у Паровоза Сергея Ефимова, есть, соответственно, сайт Калиды, связанный с Калидой Плейс, есть первая читка. И возникает ощущение, что эти все тексты хранятся, что они находятся в безопасности, но на самом деле в какой-то степени это иллюзия, потому что мы понимаем, что они могут исчезнуть единомоментно. То есть в отличие, например, от журнала «Современная драматургия», который уже два года как не выпускается, но в бумаге, тем не менее, эти тексты сохранены. И вот эта эфемерность, она тоже играет определенную свою роль в фиксации и понимании того пространства драматургии, внутри которой существует вот эта цифровая пьеса. Кроме того, следующий слайд, вот я запускаю. Сама по себе природа цифровой пьесы или цифровой драматургии – это выдуманное мною слово. То есть такого термина не существует. Я просто попыталась как-то помыслить, как определить эти тексты. Например, «Активити, страх и трепет» Даниила Гурского. Как определить пьесу «Магазин ненужных вещей» Ани Агаповой, который есть, например, в этом сборнике, который в самом конце лекции я представлю. И выдумал это слово, как Кирби выдумал слово «диджи-модернизм», связав это с движением пальцев, с бесконечно расширяющимся и бесконечно пишущимся текстом. То есть перенеся смысл этого слова на жест, как бы озвученный рукой. И вот, собственно, в британской драматургии, то есть если мы говорим об этапах осмысления и вообще возникновения и диалога разговора с цифровым пространством, то в британской драматургии вот этот диалог начался значительно раньше. Уже в 90-е годы появляется большое количество текстов, и я их вывела на экран. Они в основном все не переведенные, эти пьесы, ну, за редким исключением. Это «Даркнет», «Роуз», «Люнстайн», «Винг», «Фиби» и «Эклэр Койл». Видно вообще, да? То есть нормально? Плохо видно? Ну, тогда я попробую некоторых авторов, может быть, прочитать вслух, если это как-то скрасит сложившуюся ситуацию. Ну, действительно, да, не очень видно. Может быть, можно как-то поярче. Ну, в общем, да. Да, да, поэтому всегда нужно садиться на первый ряд. Да, то есть, соответственно, это пьеса. Это «Люис Прёбл», «Сахарный синдром», да, который есть на русском языке, ее можно раздобыть. Это пьеса Энди Уолша, «Чатрум», очень известный текст. Да, это пьеса «Роуз», «Люинстайн», «Даркнет». И у нас тоже есть парафраз этой пьесы, тоже свой «Даркнет». Да, но совершенно на другой сюжет написанный текст. И вот внутри этих текстов, да, то есть есть некоторая динамика, да, не просто динамика цифр, что они написаны с 2003 года по 2016, да, и захватывают разные, ну, как бы, этапы, да, но внутри этих пьес есть разные отношения к пространству интернета, да, к цифровому пространству, когда оно служит фоном и занавеской, да, как, например, в «Сахарном синдроме», да, то есть предлагаемое обстоятельство, да, внутри которого существует чат, два человека, и, в общем-то, по большому счету, это, ну, такое ораторное вполне себе в духе античной драмы пьеса, где разговаривают двое, да, но они разговаривают посредством цифрового пространства, они друг друга не видят. И пьеса «Даркнет», да, 16-го года, «Роуз», «Люинстайн», которая строится на совершенно других принципах отношений, да, то есть там огромное количество масок, переходов, переходов, внутри которых мы, ну, вот за счет этого постоянно нагнетаемого драматургом саспенса пытаемся разгадать, там основная интрига заключается, кто кому, кем, собственно говоря, приходится, и вообще существуют ли эти люди, да, или это какие-то симулякры, да, которые между собой разговаривают. И, значит, вот, кроме того, да, цифровая пьеса, да, цифровая драматургия, которая возникает и как фон, как мы понимаем, да, ну, например, в русской драматургии тоже немало пьес, которые используют вот этот фоновый режим интернет-переписки, да, например, пьесы, там, «Сири», та же самая, вот. Но, кроме того, ну, помимо, да, каких-то переломных моментов, связанных с драматургией, возникают и процессы внутри нас, да, связанные с нашей психофизикой, психосоматикой, которые, безусловно, отражаются на структуре действия пьесы и структуре действия построения персонажей характера, да. И вот об этих процессах, да, физических, да, которые фиксируют психологи, связанных с цифровым пространством и цифровым полем, да, внутри которого мы живем, и отражением этих пространств в драматургии, я сейчас попробую тоже рассказать. Ну, в первую очередь время, да, в котором мы находимся с вами на протяжении, там, более десяти лет, называется эпохой новой нормальности, да, внутри которой человек находится в режиме гиперподключенности, да, в выделенной смешанной реальности, да, когда мы одновременно с вами можем быть и в поле интернета, и в поле физического существования, и в режиме расширенного я. И вот этот модуль расширенного я, да, когда мы постоянно, ну, совершаем, соответственно, эти переходы, да, ныряем из пространства реального, да, в пространство виртуальное, в общем-то, рождает синдром номофобии, да, то есть боязни быть, ну, как бы остаться без цифрового пространства, да, то есть остаться без интернета, без телефона, и, собственно, он рождает вот эту необходимость постоянного конструирования дополненных личностей, да, дополненных масок, которые нам как будто бы предлагает вот это пространство интернета. И современная русскоязычная драматургия, да, про которую я сейчас говорю, тоже обращается к интернету, но обращается она к нему не как к декорации, да, она обращается к нему как к синтезу двух форм речи, речи письменной и устной, вот отражённой в пространстве, ну, текста, да. В статье Бориса Гаспарова «Устная речь как семиотический объект», фольклор и постфольклор, структура типологии и семиотика, написанной приличное количество лет назад, да, то есть она не отражает сегодняшний день, но, тем не менее, характеризует определённые процессы, да, связанные с разницей письменной и устной речи, вот. Говорится о том, что, значит, есть некоторый разум, ну, то есть художественного текста, да, как гипертекстуальная структура. Поскольку вам не видно, я прочитаю эту цитату. Он пишет о том, что возникает презумпция открытых связей, когда мы говорим о семиотике устной речи, заведомой неисчерпанности и неисчерпаемости этих связей, а, следовательно, и смысла. Автор как бы запускает в действие, а читатель принимает машину, генерирующую открытые смыслы. Одним из распространённых приёмов подобного текста он называет мотивную работу и приводит аналог с музыкальной композицией. И вот в данном случае, вот, когда мы говорим о пьесах, которые, ну, собственно говоря, работают с плоскостью интернета или там диджитал модерна, да, как об этом пишет Кирби, но у нас это не принято использовать, да, то есть это не вошло в наш устный обиход, вот. Мы говорим, например, о текстах Кати Августиняк, да, который тоже всем очень хорошо, наверное, многим знакомый, является... Сейчас я поставлю слайд с лорум импозиум, спектаклем, идущим по пьесе Кати в Москве, и, собственно, текстов, которые перезапускают, да, речь у Августиняк очень много. Вот в пьесе «Цикл индекса» одним из сюжетов становится переработка языка технического, да, то есть языка машины, внутри которого мы должны все время с вами разгадывать формулу. Вот, может быть, кто-то читал пьесу «Цикл индекса», вот просто, чтобы как-то сориентироваться по залу. Ага. Вот. Ну вот вы помните приблизительный сюжет, да, чтобы немножко как бы разомкнуть эту мизансцену монологовую и немножечко перейти в диалог и вообще понимать, насколько это, ну, вызывает отклик или нет. Это Лара, да, Лара, привет. Спасибо. Я думаю, что речь должна не как бы переродиться. Угу. Я не сомневаюсь, что это. Угу. Потому что мы на спектакле когда-нибудь в «Карте», вот, и там как раз все было создано ради того, чтобы в них сколько-то вовремя тренировались к речи. Ну да, то есть это история, которая способами, да, при помощи технологий рассказывает нам историю, ну, как бы появления языка, да, как такового, и перезапускает этот механизм, ну, как языкового, ну, как бы функционирования речи. Одним из текстов тоже экспериментальных, который написала Катя тоже для «Фринч-программы», является опус ДНК, да, внутри которого тоже, наверное, это текст Лары, ну, и… Да? Угу. Угу. У меня не насчет текстов Густиняка, это было насчет текстов, которые выгодятся, но у вас с собой не можно читать, например, текст, анонимный, начинавший с последней книгой, да, кругл, текст, которые были театра, и это вот как раз, например, какой-то новой формы взаимодействия театра и интернет, и так далее, каким образом она может реализована сейчас в театре, в той форме, в которой будет сейчас и в своем месте появиться. Угу. 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 Ну да, это важный момент, мы к нему вернемся, он связан в первую очередь с тем, что у нас возникает несколько плоскостей существования, да, то есть плоскость интернета, внутри которой происходит действие, и это действие связано с порождением сюжета, и одновременно плоскость нашего бытования, да, внутри читки, да, и как этот текст, ну, подвергать какой-то устной, да, или письменной репрезентации, тоже совершенно непонятно, да, вот на сегодняшний день. И это одна из главных проблем такого рода текстов, потому что помимо, да, помимо того, что мы сталкиваемся с, ну, формулами, да, которые нам предлагает решать драматурка, они всегда мы готовы, да, эти формулы решать, помимо того, что мы сталкиваемся с определенной смешанностью устной и письменной речи, да, процесс вот этой смешанной письменной и устной речи был перезапущен очень давно, да, то, о чем пишет Гаспаров, помимо того, что мы видим не просто экспансию, допустим, в драматургии условно-эпического рода, да, когда мы переживали в конце XX-го, начале XXI века значительный этап эпизации драмы, да, связанный с тем, что превалирующим в тексте становится ремарка, да, и пьеса Павла Пришко – это, в общем-то, по большому счету такой апофеоз, так скажем, ну, ода, можно сказать, ремарки в широком смысле слова, и существует целый блок литературы, который описывает, да, этот переход, родовой переход, который совершила пьеса на протяжении вот этих последних, ну, 50 лет своего существования, 30 лет активного существования в формах, в новых формах, да, и есть замечательная книга, которую я всем советую в издательстве КМГУ совместно с РКГУ, она была издана, это «Словарь новейшей драматургии», внутри которого есть большая статья, посвященная ремарке, да, и в данном тексте как раз говорится о том, что, в общем-то, она перестает быть, ну, как бы, функциональной, а становится отдельным гротескным субъектом, да, о котором пишет Натан Тамарченко, о литературе ве тоже, и эта ремарка начинает с нами вступать в прямой и опосредованный диалог, и мы видим коллизию, да, не на уровне конструирования персонажей, да, и отношений между персонажами, а мы видим коллизию на уровне столкновения разного типа сознания, да, то есть сознания метатекста, который внутри пьесы существует, и сознания, соответственно, истории, да, которая с нами происходит. Вот, и кроме того, да, вот если говорить не только о пьесах Кати, да, мы попадаем с вами тоже в поле текстов, ну, вот я не случайно привезла с собой журнал «Театрон», который мы издавали, да, во-первых, ну, РГСИ, Российский государственный институт театрального искусства, вот, это журнал «Мастерской» Наталья Степановна «Скороход», которая, собственно, тоже набирает, как и вот «Мастерская» Павла Андреевича Руднева, драматургов, и эти драматурги занимаются тем, что занимаются разного рода текстами, да, в том числе экспериментальными текстами. И вот есть пьеса, да, которая тоже, наверное, кому-то из вас знакома, она называется «Магазин ненужных вещей», Ани Агаповой, который не имеет прямого отношения, казалось бы, вот к этой форме, да, цифровой драматургии, но, с другой стороны, она максимально соответствует вот тому вопросу, который задала Лара, да, как эту пьесу реализовывать, да, как этот текст реализовать в жизни, да. Эта история называется «Магазин ненужных вещей», вот, и читку этой пьесы делал Женя Беркович на Любимовке, да, это финалист фестиваля. И эта история, значит, эта пьеса строится и конструируется из двух столбцов, да, то есть этот текст, значит, состоящий из двух столбиков, и если рассказывать фабулу, да, то получается с левой стороны это пьеса, ну, детей, драматурка Анна Агапова приехала в книг, психоневрологический диспансер, и внутри этого психоневрологического диспансера писалась с ребятами истории, да, то есть она пыталась с ними создать свои сказки, свои драматургические сюжеты, вот такую фабрику историй, да. А с правой стороны в прологе и в завязке, да, соответственно, и в развязке, которую прописывает Анна Агапова, идёт монолог сотрудников книг, которые комментируют, да, происходящее и, в общем-то, рассказывают о бесперспективности, вот всякой коммуникации, да, в какой-то степени, да, то есть они фиксируют, ну, там, режим своего выгорания, да, внутри этих книг, в которых они находятся. И что самое интересное, да, что мы можем заметить в этом тексте, и что заметил, безусловно, редактор, который с этим текстом и работал, Елена Миненко, это необходимость, ну, так скажем, нотную фактически совпадений, да, соответственно, правого и левого столбца, то есть, условно, левый столбец был написан там Ариэлом, да, а правый столбец был написан Таймс Нью Романом, да, и когда редактор стал с этим текстом работать, она попросила всё привести к единообразию, да, то есть, соответственно, напечатать оба текста в Таймс Нью Романе. Но сюжет заключается в том, что, по большому счёту, эта пьеса выстроена как нотная партитура, да, то есть, звучание двух этих текстов должно происходить, ну, как бы, произнесение двух этих текстов должно происходить в буквальном смысле одновременно, да, то есть, то, что происходит в правом столбце, должно как бы одновременно синхронизироваться с тем, что происходит в левом столбце. И как мы понимаем, да, из, ну, простого опыта читательского, да, когда мы, например, вслух или про себя читаем эту пьесу, мы можем эту синхронизацию произвести автоматически. То есть у нас история сталкивается внутри, потому что в том виде, в котором она представлена в сборнике, она представляет собой разрозненный сюжет. То есть абсолютно разомкнутый, разбитый сюжет. И непонятно про что. То есть просто фактически наполстование, налепки текстов. Но то, как это было реализовано в читке, представляет большую сложность. Потому что, с одной стороны, это не партитура для музыкального исполнения, с другой стороны, это не пьеса в чистом виде. И как эти два куска между собой стыковать, если только не глазами, тоже очень сложно понять. Ещё один текст, который, в общем-то, тоже говорит с нами на непонятном языке, ну и драматург, который тоже привык с нами таким образом коммуницировать, это пьеса Оли Потаповой «Подвиг». Может быть, кто-то из вас тоже с этим текстом знаком. Он был представлен на фестивале современной драматургии Любимовка. И, в общем-то, он так или иначе прозвучал. И ещё также была представлена пьеса Оли Потаповой «Девочка со спичками». Кто-нибудь слышал об этом авторе? Нет? Ну вот, значит, эта пьеса, в общем-то, строится как такой текстовый сель. В своё время совершенно к другому произведению драматургического искусства этот термин применила театровед Марина Давыдова. Это была пьеса Юрия Клавдьева «Я пулемётчик», довольно популярная, в общем-то, написанная в жанре такого монолога, да, парня, изнутри которого дебуком начинает говорить дед. И с этой пьесой тоже дела обстояли непросто, потому что она была выдержана в формате монодрамы, её тоже нужно было разными способами размыкать, но как-то с ней режиссёры справились, в частности, и Панков в саунд-драме, поставил целый спектакль по «Я пулемётчику», да, и плюс ещё было большое количество постановок в Москве и, соответственно, в провинции, в Кемерово шёл спектакль «Я пулемётчик». А вот с текстом Потаповой, который, в общем-то, тоже строится по принципу такого, ну, заплаток, да, и лирического сели, дела обстоят совсем тяжело, да, то есть это текст, который был отмечен отборщиками, но тоже, опять же, совершенно непонятно, как его в жизнь воплощать. Дело в том, что сюжет этой пьесы, да, если можно так сказать, об этом тексте, да, для исполнения или для чтения происходит на стыке, ну, вот как вы видите, разных фактур, да, вот, например, прочитаю, потому что не всем видно, не все видят, то есть как будто бы даже не человек перемещается, а камера, да, или какой-то маленький дрон, да, перемещается по городу и снимает хаотично отрезки пространства, да, а потом эти отрезки мы, как читатели, да, или, соответственно, мы, как слушатели и зрители читки, например, должны сложить в общую картину, да, и понять, что там происходит, какая там вообще ситуация, да, и в чем заключается коллизия. Ну, вот, например, я прочитаю вам первый отрывок и, ну, один из, да, тех отрывков, из которых начинается эта пьеса, ну, и вы подумаете, что я просто, ну, грубо говоря, над вами издеваюсь сейчас. Значит, вот первый отрывок. В лифте. При перевезке ребенка в коляске необходимо взять его на руки и войти в кабину, а затем ввести за собой коляску. При входе сначала нужно вывести коляску. В случае экстренной остановки кабинной лифта свяжитесь с дежурным оператором дисперчерской службы, нажав кнопку «Вызов», а затем строго действуете всем дальнейшим его указаниям. Или, да, то есть спустя какое-то время, да, когда осуществляется непонятное, да, то есть перемещение этой непонятной сущности в лифте, да, мы вдруг оказываемся в магазине, но мы оказываемся там не вдруг, там есть определенная логика, и читаем такой текст. Кассир пробивает продукты в супермаркете. Бэйю Алекс Сырков, мол, шок, суф, мы даже 15-процентный, 40 грамм, 4. Вода артезианская, 5.1. Сенсой сок, классический соевый, 250 миллилитров, 1. Ну и так далее, да, то есть это можно как бы прочитать и увидеть. И совершенно как бы неясно, зачем драматург вот эту историю строит. Потом мы уже после прочтения пьесы, да, собираем этот пазл, да, максимально разбитый и расколотый, и понимаем, что внутри этой истории, в общем-то, по большому счету, которая скорее напоминает музыкальную партитуру, да, музыкально-визуальную партитуру, да, вот шумовую партитуру города, как, например, там, экспериментировал со звуком Найман, да, снимая звук бьющихся друг о друга колес, таким же образом пытается экспериментировать с визуальными пространствами Потапова и соединяет вот эти как бы несмыкующиеся куски. И внутри этих несмыкующихся кусков есть история, да, человека в метро, который спасает другого человека. Но он спасает его как бы не претенциозно, не по первому плану, да, а он его спасает просто как бы отведя от края и тем самым, ну, как бы не дав ему упасть на эти рельсы, да, не дав ему погибнуть. Но мы об этом можем только догадываться, да, из нашего внутреннего монтажа, да, который драматург предлагает нам осуществить, да, потому что весь этот текст как будто бы специально перемешан, да, то есть он как карточки в детской игре перемешивается. И возникает вопрос очень большой, да, зачем как бы авторы, да, вот о которых я говорю, это делают, да, то есть вообще почему, собственно говоря, возникает такая драматургия и кому она нужна? Ну, ответить на вопрос, кому она нужна, можно просто, да, что как бы каждый волен писать тексты, да, каждый пишет, как он слышит, вот. Вот, но вопрос заключается в другом, что, собственно, вот эту дискретность мира, да, которую фиксируют драматурги, начали фиксировать, ну, задолго до них, да, то есть вот если мы говорим о монтажных склейках, например, там, того же самого театра-трибунала Эрвина Пескатора, да, о процессе кинофикации, о внедрении экрана в жизнь театра, то мы говорим в первую очередь о внутреннем переживании, да, и о тех внутренних переходах, которые осуществляются внутри героя, да, внутри персонажа. Ведь в действительности самое интересное в том, когда мы с вами оказываемся внутри драматического произведения, ну, как внутри, наверное, и эпического произведения, это угол зрения, да, то есть, собственно говоря, та оптика, с помощью которой драматург или прозаик смотрит на мир, да, как в своё время в «Зеркале сцене» Стэнн Товстаногов сказал, что такое жанр, это угол зрения на художественный текст, да, то есть в зависимости от того, каким образом и с помощью каких линз и при помощи какой оптики я смотрю на этот мир, таким образом этот мир начинает смотреть на меня, да, то есть если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. И приблизительно вот принцип вот этой максимальной дискретности, да, про которую я говорила, и, ну, отмеченный психологами, да, соответственно, и социологами, как процесс гиперподключенности, да, процесс, соответственно, изменения, да, способа цифровой социализации и расширения «я», да, до какого-то бесконечного количества гипер-я, да, сверх-я, я в WhatsApp, я в Telegram, я в Facebook, я, соответственно, где там, в Instagram, да, который нельзя называть, то есть вот, ну, и Facebook тоже, соответственно, да, то есть вот как бы я, который пишу письма, да, то есть с одной стороны можно сказать, что эти процессы мы переживали в разные периоды времени, там, разговор о социальных масках был заведен еще в начале прошлого века еврееновым, да, и его развивали и поддерживали всевозможные философы, и психологи, и культурологи искусства, да, там тот же самый Яков Морена, например, да, который тоже говорил о, ну, как бы в какой-то степени о дискретности, да, человека и по большому счету проложил дорогу к тому, что мы сегодня называем социометрией. Но та степень дробности сознания, да, и как бы ощущения, ну, условно говоря, новой реальности, да, как называют ее психологи, или же когнитивного диссонанса, да, внутри которого мы живем, она фиксировалась драматургами задолго до тех процессов, да, в которых мы сейчас оказались, и она вот в этой дробности драматургии, ее ситуативности отразилась. И я для себя, да, когда пыталась как-то определить вот эти, ну, так скажем, разного рода изменения, да, в пьесе, сформулировала несколько, ну, так скажем, назовем это тезисов, да, которыми я хотела поделиться, принципов, ну, так скажем, в организации драматургического текста, которые сильно отличаются не только от того, что писал Островский, да, но и отличаются от того, что писал Сигарев, да, потому что мы понимаем, что повествование Сигарева в пластилине, которое большее количество людей, я уверена, читало, да, чем там пьеса Оли Потаповой, давайте проверим, кто читал Сигарева или смотрел Сигарева, да, вот, ну, в общем, это такая классика, да, хрестоматийная уже, вот, то есть, как бы говоря о Сигареве, мы все время возвращаемся, да, к разговору о монодраме, да, к тому, что Сигарев конструирует, ну, так скажем, пьесу, внутри которой мы видим фантомные боли, да, героя, да, и, соответственно, мы видим мир изнутри этого героя, да, то есть это монодраматичный мир, это, безусловно, не документальный мир, не доподлинный, не реальный, да, то есть не психологический мир, это мир его, ну, как сам Сигарев назвал одну из пьес фантомных болей. Когда мы сталкиваемся с пьесами Потаповой, да, или когда мы сталкиваемся с пьесами, например, той же самой Агаповой, например, или когда мы сталкиваемся, там, я не знаю, с текстом «Коммуналка» на Петроградской романа Осьминкина, да, то есть мы попадаем с вами в поле каких-то колото-рубленных осколков, которые зачем-то монтируют, да, мы можем назвать это коллажом, мы можем назвать это, там, техникой мэшапа, да, разными способами присоединяют, да, и, в общем-то, причину этого присоединения можно обозначить дискретностью личности, да, то есть уже не попыткой нарисовать нового героя, да, как бы новые драмы ищут героя, да, то, что происходило, там, 15-20 лет назад, да, когда действительно драматургия пыталась собрать героя, а полный отказ от этого героя как такового, да, потому что, ну, как бы такая центробежная сила внутри драмы, она начинает себя, как мне кажется, исчерпывать, да, но, опять же, вот в этих 0,0 процентно. И мы осуществляем, да, внутри подобного рода пьес смещение из центра на периферию, да, то есть как бы наше зрение, оно становится периферичным, и нам гораздо интереснее говорить о, не знаю, о персонажах, которые, в общем-то, были не крупнолепными фигурами, да, то есть вот это смещение, оно тоже, как вы понимаете, произошло не вчера и разными технологиями на протяжении всего XX века и всего века, там вот этого небольшого аппендикса, внутри которого мы живём, осуществлялось. Например, тот же самый Розенкранс и Гильденстерн «Мертвы» Тома Стоппорда – это живой пример того, да, как можно переместить фокус внимания, да, то есть наконец-то сдвинуть оптику от Гамлета, да, на героев, которые, в общем-то, должны были оказаться на периферии, да, на периферии этой пьесы, на периферии этой инсценировки. И вот это смещение, да, даёт нам, как бы, переиндексацию и, с другой стороны, определённую драматургическую орнаменталистику, да, внутри которой мы, ну, подобно картине, там, например, того же самого Босха, будем рассматривать сюжеты в целом, да, то есть мы вглядываемся в эти пьесы, написанные, ну, какие-то тексты могут, например, как у Ани Агаповой, да, состоять из двух полос, да, двухполосно, трёхполосно, четырёхполосно. Это могут быть пьесы, игры, да, например, текст, вот упомянутый именно там «Активити страх и трепет», да, когда Моисей должен, ну, совершить определённое количество шагов, прийти и убить своего сына, да, и мы вместе с ним отправляемся в это путешествие в цифровом поле игры, да, то есть в зависимости от того, по каким тегам мы с вами будем переходить, да, состояние этой пьесы будет меняться. И это уже даже не хазарский словарь, да, Павича, когда мы можем прочитать с вами мужскую и женскую версию, у нас будет разное впечатление, да, то есть это как раз-таки разговор об вот этих бесконечно расширяющихся вселенных текстах. С одной стороны, и это совершенно правомощно, это ведёт к разрушению, да, наверное, ведёт, может быть, в чём-то, ведёт к разрушению драматургических структур, да, но это не лишает эти пьесы драматизма, как ни странно, да, то есть внутри подобного рода пьес всё равно существует коллизия, да, как внутри пьесы, например, Потаповый подвиг, да, и она всё равно движет действие. Равно, как, например, внутри пьесы Потаповой есть вот эта дискурсивная война между детьми, которые придумывали эти пьесы и пишут там в лучших традициях абериутской драмы, да, и сухими, скупыми комментариями нянечек, нет персонала, пней, да, которые говорят о том, что совершенно бесперспективно вообще, что бы то ни было в этой системе, в этой структуре менять. И вот эти дискурсивные войны, да, начатые в тексте, начатые тоже, в общем-то, постмодернистами, да, мы можем с вами вспомнить ту же самую «Тридцатую любовь» Марина Сорокина, да, где, в общем-то, сюжет строится на столкновении двух языковых матриц, да, то есть матрицы, соответственно, хорошо сделанной пьесы, да, соцреалистической матрицы и матрицы нового языка, да, который через сценную лексику прорывается и вырастает у нас на глазах, вот. По большому счету выходит, что как раз-таки вот эти 0,01% пьес, которые пытаются работать с формой, они как раз-таки через форму пытаются эту дискретность мира и дискретность личности передать, да, и в этой дискретности есть, конечно, некоторый момент сумасшествия, да, о котором мы с вами можем говорить, потому что кому нужны эти пьесы, да, кому, собственно, ну, как будто бы нужно ставить опус ДНК, да, Катя Августиняк или, например, брать в работу подвиг, но с другой стороны мы с вами понимаем, что как раз-таки возникновение таких текстов позволяет, ну, это тоже, в общем, такой парафраз, наверное, возникать новому театру, да, потому что, как вы помните, когда пришел Павел Пришко, наверное, так же хорошо вам известный, как Василий Сигурев, да, ну, вот кто читал Пришко или слышал про Пришко, вот, да, большинство, ну, театроведов, да, и вообще людей околотеатральных говорили о том, что, ну, это текст классный, но тоже совершенно непонятно, как с ним работать, да, ведь внутри этого текста ремарка совершенно вытесняет персонажа, да, как будто бы совершенно невозможно это на сцене никак, кроме читки, осуществить, да, а читка, в общем-то, в какой-то момент себя исчерпает, да, как жанр театральный, она очень многое дала и очень многое открыла, но, тем не менее, она в какой-то момент начнет пробуксовывать. Но благодаря этому противоречию возник театр-пост Дмитрия Волкострелова, да, который разросся в целое направление, и мы можем видеть, ну, пусть не небольшое, да, и не повсеместное, да, то есть по территории, ну, так или иначе, эпигонства и попытки повторить опыт театра-пост, в частности, Дмитрия Волкострелова, в его очень разнородной работе с этим текстом, потому что, да, первоначально в спектакле «Запертые двери» и в самом деле Волкострелов сажает артистов на стуль, и они в самом деле читают текст, но дальше этот метод имеет свое развитие, да, а Пришко, в общем-то, как был гуру ремарки, так он и остался, но только в сознании критиков и экспертов он стал уже вторым Чеховым, да, потому что как бы возникло понимание, соответственно, его умения, да, и, соответственно, его навыка писать в крупный план, да, через несоответствие речевых актов и жестов, да, которые в это время совершают персонажи, и, соответственно, возникло понимание времени, да, который в пьесах Пришко, так же, как и в пьесах Чехов, да, о чем пишет Зингерман, начинает активно спорить с человеком, о той пресловутой ностальгии, выраженной, например, в «Соседи», да, в пьесе «Соседа» или, например, в «Ленточках». И, кстати, говоря, тот же самый Пришко, который, в общем-то, этот в какой-то степени ларец Пандоры, да, с неудобными текстами открывает, да, и он в этом смысле не одинок, он же продолжает эту тенденцию не просто дискретных текстов, но текстов, в которые все подряд тащат, да, он и Дасько, да, то есть это два автора, да, из Минска, которые, в общем-то, приносят в пьесу фотографию, да, и начинают писать фотодраму. Ну, к сожалению, я не подготовила слайд, но поверьте мне или попробуйте посмотреть в интернете, да, то есть все то, что является прикладным, да, все то, что является документом для создания фактически документа и даже документальной драмы, становится материалом художественного текста, да, и художественной пьесы в целом. Вот, поэтому мне кажется, что с одной стороны, конечно, наверное, говорить о, ну, такого рода драматургии, в общем-то, ну, немножечко безумие, да, с моей стороны, да, с вами, и вы скажете, зачем она нам нужна, когда есть хорошо сделанные пьесы или более или менее понятные потоковые пьесы, там, того же самого Лагарска-Альтеса, с которыми хотя бы что-то можно, да, как-то сделать, там, дождь за стеной, да, разложить на три женские голоса и читать, но с другой стороны, если здесь есть режиссеры или те люди, которые там собираются ими стать, вот, я активно вас, и драматурги тем более, да, то есть я активно призываю вас присмотреться к этой дискретности, да, драматургических конструкций, к орнаменталистике, документалистике драматургии и к смещению из центра на периферию, да, то есть к попытке, ну, как бы не писать вот эти центральные фигуры, да, протагонистов, антагонистов хора, а попытки, как бы, выстроить целые отдельные сюжеты, целые отдельные такие картины брагильянские, да, из фигур хора, да, внутри которых тоже могут происходить, внутри которых тоже происходит своя драматургия и рождается своё драматическое напряжение, то есть, ну, в общем, это, с моей стороны, в какой-то степени такая лекция подрывная деятельность, да, потому что, в общем-то, я вас призываю к тому, что, ну, в общем-то, да, наверное, делать не нужно и тому, что, может быть, будет не востребовано, но, тем не менее, это очень интересно изучать, да, Горб? Ну, интерес заключается в том, что в этом есть, ну, какое-то движение мысли, например, если я беру в разработку, ну, я не буду называть фамилии, потому что я не, ну, как бы, моя задача не флот никого обидеть, да, если я беру в разработку хорошо сделанную пьесу, я гораздо быстрее понимаю, как она сделана, да, то есть я гораздо быстрее понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы её, ну, если бы я была режиссёром, да, запустить, продать и представить, да, и сделать из неё, ну, какой-то прокатный материал. А если я сталкиваюсь с таким текстом, как, например, когда я сталкиваюсь с Улиссом Джойса, да, ну, это приблизительно похожая история, и, как бы, всё время казалось, что драматургия, она, как бы, находится на периферии в какой-то степени эксперимента, да, то есть есть большая форма, и внутри этой большой формы происходят большие события, да, ну, вот, например, там, Белое пламя на боку, Улисс Джойса, да, а драматургия, ну, происходят в ней какие-то перевороты, да, например, абсурдисты пришли в драму, да, вот, или какая-то, ну, как бы, минималисты пришли, да, и начали там ваять, но, тем не менее, есть большая форма, вот в ней и должен происходить эксперимент. Мне кажется, что в этом переключении драматургов, нежелании даже в какой-то степени идти в сторону репертуарности, есть очень большой смысл. Они просто отвоевывают себе саму эту возможность эксперимента на поле драматургического текста. И когда я читаю сложный текст, мне с ним сложнее дольше разбираться. И вот этот процесс удовольствия от чтения, который описывает Барт, он у меня происходит с таким текстом. Например, когда я работаю с билетристикой, он не происходит, потому что я понимаю, на какие рычаги она давит, и какую слезу я должна в определенный момент пролить по поводу тех или иных перипетий и переходов внутри этой пьесы. А можно с вами дать продолжение? Ну, то есть, а насколько эта цена дал мне для человека, который находится в зрительном зале? Потому что если идет речь конкретно про текст, когда ты его читаешь, то есть там есть возможность подумать. Или вот если речь идет о том, что ты должен в этот зритель что-то воспринять. И как раз-таки, наверное, проблема этих текстов в том, что а что ты воспринимаешь? И еще один такой вопрос, ну вот ваше мнение, просто интересно. То есть, раньше Демидов писал о том, что театр не должен спускаться до уровня зрителя в том плане, что он должен поднимать по уровню зрителя. А то, что происходит сейчас в современном театре, то есть это потокание тому, что человек полностью погружается в интернет, то есть не должны ли современные авторы, наоборот, как бы стараться выдернуть из этого пространства, а не заниматься тем, чтобы погружать еще глубже? Ну, самая большая сложность – это заставить зрителя переживать эту дискретность одновременно с вами, то есть сделать зрителя соучастником. В этом и заключается задача. То есть, если у такого рода текстов есть потенциал передать эту дискретность на бумаге, то, конечно, задача режиссера заключается в том, чтобы осуществить связь с третьим составляющим, со зрителем, про которого пишет и Бентли, что такой театр, когда А играет Б на глазах у С, чтобы С работал приблизительно так же, как в зале, когда он выступает в функции читателя, и Барт про это же пишет, чтобы преодолевая и решая эти уравнения, соответственно, зритель мог получать свое удовольствие, то есть удовольствие не от простой истории, а удовольствие от преодоления. Наверное, в этом. Ну, я не думаю, что, ну, в какой-то степени, да, мы решаем формулу, мы решаем определенные задачи, да, то есть театр, в общем-то, как в свое время сказал Брехт, трибуна, да, то есть, с одной стороны, ну, как-то он в разных формах может существовать. Он может быть, там, понятно, храмом, он может быть трибуной, да, он может быть, ну, я не знаю, учебником, да, внутри которого, который не учит, а задает нам разного рода вопросы, которые мы с вами решаем. То есть, эти вопросы могут быть идеологическими, и это могут быть вопросы формы, да, то есть, по большому счету, мне кажется, что эта драматургия разговаривает с нами языком формы о форме, да, а через форму мы говорим про время, как авангардисты, например, говорили про время при помощи своих странных картин, да, которые мы до сих пор кто-то любим, а кто-то не воспринимаем. То есть, это вот такого рода пьесы, да, которые не будут популярными, да, то есть, и драматурги, как мне кажется, может быть, к счастью, для них не станут солнцем русской поэзии, да, то есть, в общем-то, они окажутся на периферии в чем-то, а в чем-то они будут, ну, так скажем, реформаторами вполне возможно. Вот. Можно вопрос? Давайте. Ответила. Делать, да, каким-то литерям судить, и пьесы новые, и новые остановки, и что это что-то новое, или это что-то просто, ну, какая-то ошибка, и так писать не нужно, и так ставить не нужно. Что в итоге, вот, например, был Серебряный Век, да, у Есенина, Хватова, где-то купили, что-то писали, прошло там сколько-то лет, и, оказывается, это был Серебряный Век. Вот сейчас у вас происходит то же самое, и то же самое, с исключением, и вот, как... И кто-то пьет, кто-то читает, и кто-то одновременно это делает. Хватит, и пьет, и отвлечь от времени, но и с вами, как вам, в 2020-го, это было время, когда ищите драматур. А где вы-то эти, где вы-то тогда поняли, что это новая форма, или это так делать надо? И с точки зрения текста, и с точки зрения постановок. Ну, смотрите, мне кажется, что, с одной стороны, раньше было принято отвечать на этот вопрос, что время расставит всё по своим местам, да, и, как бы, река времён в своём стремлении, да, уносит все дела людей, да. Но, с другой стороны, да, есть писатели второго и третьего ряда, которые могут внезапно, да, возникать, благодаря тому, что автор умер и текст живёт отдельно, и они могут внезапно, ну, снова реинкарнироваться и звучать с новой силой. И мы будем удивляться тому, что они лежали на дальней полке истории. То же самое, мне кажется, происходит с этими пьесами. И, ну, относительно каких-то конвенций и правил, да, и того, как следует судить хорошо, ну, как бы, является ли текст произведением искусства или не является, у меня нет универсального ответа. Но я могу сказать, что если пьеса, да, или драматургический текст задаёт нам вопросы, да, то есть, ну, как бы, и создаёт определённые неудобства, да, внутри которого мы себя заново пересобираем, то, в общем-то, для меня это произведение искусства. А если текст этих вопросов мне не задаёт, а просто, ну, как бы, как Сартер объяснял, да, чем в разговоре о литературе, чем отличить, соответственно, художественный текст от билетристики, да, то есть вот в билетристике мы всё время находимся с вами в поле фабула, да, то есть как, например, в детективном романе, да, мы должны разгадать, кто убийца, да. А, например, в имени Розы Умберто Эка, да, помимо того, что мы хотим узнать, да, что это за книга, да, из-за которой происходят вот эти бесконечные смерти, да, почему страницы этой книги отравлены, и что это на самом деле комедия Аристотеля, которая должна была сгореть, да, там, помимо этого, есть ещё огромное количество, ну, так скажем, да, всевозможных, ну, так скажем, метатекстуальных отсылок, да, с которыми нам тоже интересно разбираться, да, то есть у нас есть свой художественный путь, да, и он не связан исключительно с фабулой, да, который, в общем-то, как скелет, да, нас преследует. Ответила я, не ответила на вопрос? Ну, смотрите, если пьеса задаёт вам вопросы, да, и вам хочется на них отвечать, даже если вам плохо, как мне кажется, ну, это один фактор, и, ну, потому что мне кажется, что, безусловно, ну, для меня это вопросы, да, то есть если действительно текст со мной начинает разговаривать, да, и это зависит от меня тоже, да, и задавать вопросы, и, ну, как бы реструктурировать реальность, да, то есть он, условно говоря, говорит о том, что там слово не то, чем кажется, да, реальность не такая на самом деле, она очень разная, да, и я в силу этих вопросов начинаю в какую-то сторону двигаться, да, то есть не то, что я становлюсь быстрее, выше, сильнее, да, но я, по крайней мере, в чём-то начинаю сомневаться, то для меня это является, да, текстом и, ну, как бы художественным текстом и пьесой, да, а если текст просто рассказывает мне истории из жизни семьи, да, которые поссорилась, помирилась, да, и внутри этих историй нет там ни живых людей, ни ситуаций, ни переброски ко мне, да, как читателю, к зрителю, то, скорее всего, этот текст будет, и пьеса будет мёртвой. То есть не искать подобных, извините, но подобных, в основном, в основном, в будущем... Подобных? Тестирование социально... Мне так не кажется, я не считаю, я не считаю, ну, я как бы вот не согласна относительно... Ну, и Ваня, мне кажется, не говорил про то, что драматургия должна... Ну, вообще текст должен быть каким-то элитарным или неэлитарным, или суперинтеллектуальным. Мне кажется, что можно пробовать и пытаться, и есть огромное количество, ну, случаев, да, необычных, когда, казалось бы, экспериментальная пьеса вдруг захватывает внимание людей совершенно нескушённых драматургией, да, и при этом эта пьеса становится как бы программной, репертуарной и чрезвычайно популярной, да, вот, как сказать, и наоборот, да, то есть пьеса, которая рассчитывала, ну, войти в репертуары, да, в больших театрах, вдруг внезапно, ну, как бы не принимается зрителям. Мне кажется, что эти тексты разговаривают с нами о сегодняшнем дне, да, о том, что, ну, собственно, мы все как бы находимся в некотором когнитивном диссонансе, да, мы не понимаем, где эта реальность, да, ну, как бы о симулякрах, да, которые нас окружают, да, о том, что мы находимся с вами в большом потоке информации, но не понимаем, как её пересобрать, вот. Мне кажется, что эти пьесы про это, про человека, который пытается как бы справиться с этим текстовым потоком, внутри которого он оказался, и внутри которого он оказывается лишь щепкой. Мы не собираемся на этом с классными человеческими эмоциями, но мы всё-таки фраза, да? Нет, почему, а разве… Чувства человека, которые там являются продуктами. Ну, а разве размышления о том, что такое действительность, и как бы кем я, ну, как бы являюсь, да, как бы не являются базовым человеческим, то есть, ну, как бы экзистенциальным вопросом? Я делаю отъявлено, но мы там есть чувства, нет. Каких? Я уже так, например, я так, я хочу сказать, что кто-то извиняется, или что-то ещё, то есть какую эмоцию я жду, сопереживание, да, смычка, я поняла, да? Ну, смотрите, к этим текстам можно по-разному подключаться. Когда я читаю пьесу «Магазин ненужных вещей» Ани Агапова, я плачу, потому что когда я… ну, в смысле, не то, что, да, потому что я понимаю, как бы, систему, да, соответственно, организацию в психоневрологическом диспансере, да, я понимаю, как существуют эти дети, я понимаю, как существуют эти сотрудники, и мне их тоже жалко, я понимаю, что я, вот, как бы я, да, как человек не могу одна в этом ничего изменить, но было бы неплохо, да, и для меня это импульс. Ну, в общем-то, для меня это реакция. Ну, темы разные могут быть, и структуры разные, просто я говорю… Ну, возможно, нет. Я не отказываюсь от сцены, и, кстати, не советую драматургии от нее отказываться, но по большому счету драматургия в какой-то момент стала уходить, и не просто уходить со сцены, там, ну, не знаю, на площадь, в подвал, да, там, я не знаю, в кафе, например, пьеса Павла Пришко «Хозяин кофейни», да, когда только Театр Пост открылся, она действительно шла вот в барах города Санкт-Петербурга, и один-единственный актер Иван Николаев с листками бумаги выходил и начитал читать пьесу Павла Пришко, да, и это было интересно и необычно, да, для того времени, то есть для, соответственно, 12-13 года, когда этот текст был выпущен и запущен, да, то, что мы могли… Можно послушать, ну, просто… Ну, нет, я не думаю, что, как бы, у этих текстов есть срок годности, мне кажется, что это достаточно хорошая драматургия, тем более, если мы говорим с вами про Пришко, мне кажется, он пройдет испытание временем, и, как бы, останется, наверное, в истории, если ничего не произойдет, да, с нашими базами, с данными и так далее. Но вот, опять же, не знаю, ответила я на ваш вопрос, не ответила. По поводу интеллектуального извлечения, как читаете тексты Василия Рудни, у того, что ты лично не слышал, когда ты там понимаешь, что ты проводишь с одним из творений, несмотря на него с шести разных повреждений, да? Ну, да. Тогда ты получил огромное удовольствие. Да. Я понял, да, когда читаешь. И вот это, наверное, похоже. Мне кажется, это совпадает, что двойная интерпретация, двойная, получается, в этой главе, да? То есть, мало того, что с этим автором, который не может быть протагонистом, он, ну, то, что на него возгласен, но патагонистом он из кусочек. Мы потом пропускаем теперь режиссера, сейчас исполнителя и еще одно. Получается, мы переживали четыре раза все это вместе, и уже совсем, ну, к этому участку, кажется, вот, не нужна сцена просто. Такого типа. Потому что мы будем смотреть уже на другое место. Совершенно. Абсолютно. Ну, там и так высочки сознания человека, и его высочки восприятия. Ну, мне кажется, они могут быть представлены на сцене, могут быть представлены в подвале, но, в общем, по большому счету, это не исключает оличие сцены, понимаете? Когда возник, опять же, тот же самый пластилин с Игорева, было полное ощущение того, что как бы этому тексту не нужна сцена, а потом пришел в Амхат Кирилл Серебренников и поставил этот текст на сцене, да, этот текст зазвучал, и он имеет определенный, кстати, коридор интерпретации. И когда вы говорите о том, что текст может разными сторонами отражаться, это как бы в большей степени достоинство текста получается, да, чем его недостаток, да, как говорили герминефты, да, и, собственно, получается, что у нас действительно есть множественность этих путей, по которым мы можем этот текст исследовать. И мне не кажется, что эти пьесы, они, как сказать, дают какую-то одну единственную дорогу, потому что, вероятно, вот, да, то, что я пыталась рассказать, может быть, мне это не удалось, да, в той степени донести, они как раз-таки направлены на, ну, как бы, разветвленность, да, то есть они предполагают множественность этих путей, и этот путь может совершить сам читатель. Другое дело, да, что действительно пьеса уходит в цифру, и есть такие тексты, которые очень интересны, да, то есть ты их как ридер читаешь, например, да, вот я читаю ремарку, читаю любимку, я понимаю, что, да, они очень интересны в цифре, да, потому что мы можем переходить по этой системе тегов, да, соответственно, то, что мы называли раньше там метацитацией, да, например, в прозе, например, и там у того же самого Джойса выстраивалось как заголовочный ремарочный комплекс, да, и мы к нему отслали, могли в разной последовательности роман перечитывать, то, например, в драматургии мы можем это синхронизировать благодаря развитию технологии, да, то есть мы можем это не делать последовательно, одновременно, да, но в то же самое время, конечно же, это, ну, трудно осуществимы технически в театре, да, то есть с помощью чего мы будем подключаться. Ну, правда, если говорить о том, что его интерпретация в кино, мне кажется, такого материала намного более удачной, чем в театре, потому что последний фильм Петрова в гриппе. Я, кстати, не смотрела. То есть там как раз вот идет суть в том, что история с разных точек зрения, там идут отсылки на текст, там и герой идет, и если всматриваться, видно, что он читает какие-то слова. Вот, то есть такой формат, он как раз больше дает возможность понять и оценить, потому что в конце ты сидишь, сюжет вообще ничего не понимаешь, а в конце он вообще зацикливается в одну историю, то такое офигеи, вот это они делают. А в театре, как бы, вот как раз-таки да, из-за того, что не получается вот этого, то есть у нас в Екатеринбурге, в каком объеме «Современные» и «Роматургии», да, то есть... Нет, ну, потому что все, как бы, в основном, следствия «Современные» и «Роматургии» оттуда, то есть у них было, то есть сделали спектакли, но там вообще не просто одно киберпростанство, песни, аудиогид параллельно, и что-то вообще такое, ничего не... А слово совсем. Поэтому вот, может быть, кино, как бы, в этих текстах это более такой-то предъемлемый, может быть, формат. Похоже на зеркало там просто. Ну, в общем, да, то есть там нужен сталкер, и вот этот вот, ну, путь сталкера, он каким-то, в общем-то, одним способом, да, осуществляется там, либо через аудио, либо через видео, да, очень сложно это производить одновременно. Вот. Можно еще вопрос? Давайте. Какая-то такая шифра затксула в ближайший объем? Ну, есть усталость приема, мне кажется, такая формула усталости приема, да, как, например, в свое время, когда, ну, тот же самый, вот, раз мы находимся здесь, в Москве, и вообще колыбели инсценировок, вот. Ну, в тот момент, когда были выпущены братья Карамазовы, да, о которых, собственно, и была одна из лекций, да, в том числе посвященная, которую читала Наталья Степановна Скороход, да, Званцев исполнял роль чтеца, да, и было полное ощущение того, что найден ключ к прозе, да, когда текст не дробился, не укладывался в прокрустово ложе сюжета, да, к инсценировочному подходу, да, была возможность происходить действия на сцене, и одновременно вот эти прекрасные куски текста Достоевского могли быть произнесены Званцевым в течение, там, двух вечеров, да, то есть была фигура чтеца. Потом фигура чтеца была преобразована, соответственно, в фигуру автора-повествователей, и, ну, вот, этим автором-повествователем стала затыкаться, ну, как сказать, любая попытка, да, любая необходимость каким-то образом переложить непереложимые куски, да, то есть это стало приемом, да, распространяемым на большое количество прозаических текстов. И, как мне кажется, что в тот момент, когда читка появилась, я не знаю, может, Павел Андреевич меня поправит, все-таки «Любимовка» существует давно, и в журнале «Театр» это очень здорово отражено, там есть буквально летопись, да, текущих событий с 90-го года, с первого конкурса, Инна Некрасова описывает эти события, и не только она, да, там большие куски интервью, и до 90, включая там 92-й год, ну, буквально до 2021 года описывается летопись «Любимовки», да, как раз-таки тем самым механизмом быстрой трансляции текста, да, то есть привнесение текста в народ, вот как раз то, про что вы говорите, да, когда любая пьеса могла быть прочитана в любом пространстве, стала читка, да, и, в общем, для этого нам нужны были актеры, и для этого нам нужны были стулья, да, и даже без стульев мы могли обойтись. Но тем не менее, вот, в силу того, что появляются тексты, которые начинают сопротивляться, да, как пишут кураторы, да, как Хор пишет, например, да, кураторы фричи программы, появляются тексты, которые просто нелинейно организованы, да, то есть и даже они не организованы, грубо говоря, клеймами, да, когда в центре есть основное событие, и сбоку идут клеймы, да, то есть непонятно просто, как их даже вот в этом читочном формате это произносить. И именно для таких текстов программа «Фринджи» стала приглашать, ну, даже не режиссёров, а культурологов, социологов, да, которые пытались, соответственно, с этими текстами что-то сделать, как-то их реструктурировать. И мне кажется, само появление этих текстов свидетельствует об усталости жанра, да, потому что, как бы, ну, во-первых, очень многие институции стали делать читки просто, ну, как бы для того, чтобы их делать, даже, ну, как бы не для просвещения, а для галочки, да, вот, и из этих читок, ну, там, не вырастали спектакли, да, почитали и разошлись. Вот, а потом, кроме того, да, действительно, мне кажется, я вот чувствую эту усталость жанра от читок, от того, что это прекрасный жанр театральный, здорово, что он родился, да, здорово, что его удалось легитимировать, да, что читка, в общем, она самодостаточна, да, но в то же самое время, как бы, мне кажется, ей стало так много, что есть необходимость другого качественного перехода, в том числе для работы с такого рода текстами, но пока этот переход не придуман, вот это я могу сказать точно. В ближайшее время на реверсах? А? В ближайшее время? Да нет, конечно, мне кажется, сейчас будет такой поток документальных, студенческих текстов, если он будет, и как раз читка возьмет на себя эту нагрузку, потому что, в общем-то, для такого рода материала, да, который может, ну, как бы возникнуть, их лынуть, и вообще будет, мне кажется, ренессанс документальной пьесы, которой его очень давно, между прочим, не было, вот, вот, и, скорее всего, он произойдет, и читка вполне будет отвечать этому запросу. Вот это я точно могу сказать. Ну, я так чувствую. Себя немножко гадалкой чувствую. Сегодня там чувствую, ощущаю, понимаю. Вот. Ну, может быть, мы, Павел Андреевич, вас спросим по поводу вот этого 0,01% экспериментов. Как вам кажется? Я уже не могу сказать, что я рефлексия, но мне бы не было, что я не знаю, потому что мы столкнулись с каким-то отдельным, отдельным для этого современным местом, которое возникло от позиции, и действительно, результат этого развода между, ну, и витя, да, раз тебя не хочет, и, ты говоришь, амазонка того, кто сообщит театру о модернизации и как бы не ждет какие-то перемонтируемые свои писательства. Но вы тогда сказали что-то не любви, которые не понравятся в театре. Понятно, это понятно. И вот если вспоминать о том, как остановилась данная современная повсоветская месса в конце 90-х годов, стало понятно, что насколько возникла вся эта ментургия, она смогла организоваться только тогда, когда драматурги сами создали свои театры, свою розы, и все. То есть она бессмысленно ждать репортаврового театра, репортаврового театра, давайте создадим все свои культурные, свои фестивали и по кассе. Да. Игорь Михайлович, я хочу понять, какова стратегия, какова стратегия с такой формой драматургия, не то, чтобы она драматургия, не то, чтобы она продолжалась, но какие у них тут художния этого стиля, этой эстетики, и что дальше, и что дальнейший шаг может быть? Почему я спрашиваю? Потому что самый простой ответ, что эта ментургия должна уйти в сеть. она не нуждается в артисте, она не нуждается в театре, она не нуждается в сеть. Она должна уйти в сеть. Но парадокс, вот самый непероятный, что я, я напоминаю, последние несколько лет, самая странная вещь, я пока не принимаю ответ, почему прекрасный опыт пандемии на цифровом театре провалился, можно выразить. он не умножается, он не монетизируется, он как возник, как плыше, он сдулся, он не продолжится. Почему? Ну хорошо, неплохо, и современные пресса на 90-е было что-то плохое. То есть, часто, испытаниями плохие, а потом дороже, начинается, наращивание качества. Но все у меня это другое. С теми языка работает, кинем, 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 а в театре работает журналист, желательно приводить. Я отвечу сейчас. сейчас будет драка, драка. совершенно. Вы смотрели, я не детям и не показываю. Я имею в виду, как я работаю, конечно же, я не советую. Ой, ребят, можно посмотреть. Неполь случай, потому что мы лишь одна. Ага, вопрос я услышу. Правда ли, что вступит в желание, это единственный возможный контакт. Правда ли, да? Вопрос. Правда ли, да? Да. Ну, не знаю, для меня очень большой вопрос относительно вот этого сопереживания, да, потому что это сопереживание, если мы говорим о сопереживании фактическом, чувственном, там, условно говоря, а не к ночью помянутом этом катарсисе, да, потому что, безусловно, мы сами до конца не можем с вами сегодня осознать, да, все этапы его преобразований, да, и того, что чувствовали древние греки, да, и как они синхронизировались с действием все-таки. Вот. Мне кажется, что то, что было заявлено в 20 веке Брехтом относительно того, что катарсис действительно может носить интеллектуальный характер, вполне реальная вещь. Кроме того, мы имеем большие, ну, как бы, большой опыт акустической драмы и воздействия звукового, да, а мы понимаем, что, в общем, ну, как сказать, вот эта читка может воздействовать или там что это будет, какая-то структура, которая будет воздействовать на нас там на уровне звука, то есть на уровне вот сопряжения этих гласных-согласных, это тоже будет воздействие, и оно тоже вроде бы как бы не интеллектуальное, да, и в то же самое время не чувственное, да, то есть это какой-то внутренний опыт, да, столкновение с пьесой. А по поводу вопроса, куда уходить этой драматургии, да, и, ну, мне кажется, что действительно большое количество драматургов, да, и тех, которые занимаются экспериментом, и тех, которые занимались экспериментом там прежде, например, тот же самый Варапаев, тот же самый Сикрев, действительно, с одной стороны, они уходят в кино, да, и мне кажется, это проблема, ну, как бы необходимости авторства, да, и того, что драматург становится сам себе режиссером, и, кстати говоря, Катя, да, Августиняк, который сама поставил свою собственную пьесу, да, она тоже пошла по этому пути, сам себе режиссер, да, безусловно, эти тексты уходят в руки в театры, да, но так или иначе есть некоторое стремление драматургов, в общем, надеть на себя режиссерские латы, и как бы об этом тоже невозможно не говорить, и по поводу инфраструктуры, да, того, ну, как бы питательной инфраструктуры, да, внутри которой могли бы тексты развиваться, эта проблема есть, она существует, и, например, та же самая питерская школа вот этих авторов, я имею в виду, там, Агапова, например, Саша Сальникова, про которую я не говорила, они делали тоже фестиваль, то есть была попытка создания вот своей гетеротопии, своей Любимовки в какой-то степени, который назывался так себе фестиваль, да, который просуществовал, да, тоже там в разном, нет, он, кстати, очень хорошо существовал на окраинах, да, то есть он тоже был это был фестиваль не на новой сцене Александринского театра, да, то есть это был фестиваль там в пространстве Бертольцентра, вздвигивав, соответственно, в Шавьермушной, да, то есть они пытались разным способом менять локации, как бы сужать комнаты, да, чтобы зрителей было поменьше, вот, но он прекратил свое существование, да, по, ну, естественным причинам, потому что, ну, как бы, оба автора, то есть оба драматурга, которые этот фестиваль организовывали, вот, на данном этапе уехали, да, и поэтому фестиваля, как бы, больше нет, и в данном случае мы не можем предсказать судьбу ни одного из нынешних фестивалей, да, как будет она развиваться, потому что есть обстоятельства вне нашей компетенции, вот, ну, к сожалению, и мне кажется, что, не знаю, Павел Андреевич, но мне кажется, что с одной стороны это вполне может быть драматургическая история, да, когда драматург становится сам себе режиссером, как в случае с Катей Августиняк, или же это может быть попытка создания альтернативных, да, фестивальных, ну, в каком-то смысле гетеротопий, да, как бы, оппозиционных Любимовки в чем-то, вот, например, перфотачки, да, которые придумывал Демиткин, например, да, или, например, так себе фестиваль, который придумывала Саша и Аня Агапова, да, то есть, в общем, это такой их ответ Чимберлену, да, значит, в чем-то, несмотря на наличие фринджи, да, и несмотря на нашу огромную любовь к Любимовке и, как бы, желание ее продолжения, в чем-то все равно возникает, ну, целое направление, целое поколение, пусть оно маленькое, но оно и есть, которое пытается формулировать и создавать собственные, ну, вот эти живые пространства. Насколько они будут жизнеспособны, ну, покажет время. Это пока они как-то, ну, не сильно приживаются, но тем не менее существуют, да, и, как бы, самая долгоиграющая их история, да, все-таки цифра, то есть все-таки это цифровое поле, это пространство сети, внутри которой они лежат в виде текстов. Но я понимаю, что здесь, конечно, мы вступаем на поле дискуссии о том, может ли быть пьеса живой, если она не поставлена в театре, да, то это, мне кажется, отдельная история для разговора. Мне кажется, что вполне может, да, и действительно это их какой-то ответ, ну, как бы, вот в этой ситуации развода, да, развода с театром. Ну, это новый жанр, да, но родовой, это, в общем-то, мимикрия, причем это видовая мимикрия, да, то есть если раньше мы наблюдали все-таки смещение, вот этот большой сдвиг родовой из эпоса, ну, как бы, экспансии эпического рода в драматургию, да, и он подробно описан разными исследователями, там, Головчинер написал большую и толстую книгу по поводу эпизации театра, да, и как бы только ленивый, наверное, не сказал, что мы переживаем вот этот вот эпический первород в драматургии, да, что этого эпического становится все больше и больше, и оно как бы выражено в ремарке, но сегодня, мне кажется, эта экспансия, ну, достигла определенного своего пика, и драматургия начинает мимикрировать вообще в какие-то виды, да, то есть она вообще из родовых структур начинает заимствовать у перформанса, то есть она начинает забираться фотографию, да, соответственно, и мы сталкиваемся с форматом фото драмы, например, у того же самого Дасько или в ленточках Пришко, да, то есть, в общем, это любопытный синтез, да, то есть это соединение, и мне кажется, мы живем в какое-то время как раз таких синтетических форм, нечистых форм, нечистых форм, не к ночи помянутых форм, да. Не знаю, надо спросить драматургов, у нас есть драматурги в зале, почему вы не развиваете? А? Конечно, они даже иногда читают вслух друг другу, правда, Далар, конечно, читают, исполняют, да, это тоже является одним из упражнений, которые они практикуют в процессе обучения, да, они читают. Это очень интересно, читки драматургов, очень, я считаю, правильная практика, во-первых, они слышат то, что они написали, и могут моментально все какие-то спорные моменты устранить, да, то есть это как-то будет воображение, да, в общем-то, это не создает, как это называется, ситуацию цифрового аутизма, да, то есть вот Кирби как раз про нее писал, когда фиксировал, ну, как бы, ну, как бы целую эру диджимодернистского текста, он говорил как раз о ситуации цифрового аутизма, то есть чем отличается диджимодернистский текст от постмодернистского, тем, что постмодернистский текст, он находится, ну, как бы, условно говоря, в диалоге, да, вот в этой бесконечной метацитации, то есть в этой бесконечной гипертексте, да, гиперотсылкам, вот, а ситуация цифрового диджимодернистского текста, это вот как бы ситуация такого цифрового аутизма, где каждый пишет свой профиль, но эти профили могут между собой совершенно не пересекаться, да, то есть это такая капсульная ситуация, да, каких-то параллельно развивающихся прямых, и, в общем, она, конечно, очень сильно, мне кажется, отражает время, и она сама по себе, ну, предельно драматична, и она, кстати, многое говорит, и не только там о пандемии, о том, как мы жили, но и вообще о нас, да, как бы сегодняшних, вот, мне кажется, что это очень экзистенциальная ситуация, если честно, вот, про человека и про то, как он, ну, себя видит в этом пространстве, мне кажется, очень точная формула цифрового аутизма, она очень какая-то хорошая. То есть вы все это как раз, увидеть человека все-таки, я думаю, что несмотря на форму эта пьеса разговаривает с нами о том, что так или иначе, да, через разные структуры о том, что неплохо было бы человеку увидеть человека. Ну, вот, все-таки она про человека. Ну, в общем, да. Да. Ну, да, попробовать, да, из этого мира симулякров, внутри которого мы уже очень давно оказались, да, попробовать все-таки увидеть живое в неживом. Наверное. Можно делать ищу без каждого снаряда в неживом. Да? Да. Вот. Ну, мне кажется, я вас утомила и должна отпустить. Вот. А Павлу Андреевичу я отдам театрон. И вообще, вот, кстати, это очень хорошая практика публикации, да, текстов в журналах. И я всячески вас вообще призываю эти журналы тоже приобретать, не потому что, да, я как бы пытаюсь их как-то реализовать, да, а потому что, на самом деле, пьес публикуется очень мало и с момента закрытия современной драматургии вообще пьесы на бумаги начали выходить очень редко. Все что-то другие? Нет, это другие. Это как раз вот скороходы, да, то есть это питерская школа, это магистратура новой сцены. А в порядке слов они должны быть? У вас есть же порядок слов, нет? Вот. Они должны быть заброшены в порядок слов. А вообще у нас есть издательство, если вы приедете гулять в Петербург на Маховой РГС, да, и там можно купить много хороших, каких-то полезных, интересных книг, в том числе и вот четвертый номер 21-го года театрона, где опубликованы пьесы, ну вот, Оли Потаповой, Саши Сальниковой, ну там много авторов, да, например, Гулина Сырова, да, это одна из первых инклюзивных пьес, они писали ее совместно с Петей Чижовым, пакетик, который хотел быть нужным, да, в общем, ну, такая попытка. Ну, смотрите, я говорила немножечко, да, то есть вскользь о том, что мы действительно как бы существуем в поле, где есть электронные библиотеки, то есть есть библиотека Сергея Ефимова, и если мы хотим что-то найти, мы что-то найдем, но не всегда найдем то, что нам нужно, да, мы там найдем какую-то другую пьесу, может быть, автор, и сейчас она обновляется редко, вот, можно что-то найти на сайте Любимовки, да, там, соответственно, в шорт-листе и во фринч-программе, и что-то можно найти на сайте первой читки, да, но вот то, что касается этих пьес, они не все представлены, да, на Любимовке были, и поэтому, соответственно, их там в электронном виде нет, и это тоже большая проблема, ну, в том смысле, что пьесы пишутся, но при этом они как бы нигде не зафиксированы. Нужно создать сайт, нужно создать платформу, чтобы... Нет, там только победители, там только победители, ну, поэтому, как бы, вот, идея какой-то большой библиотеки, драматургической, в воздухе витает, но просто вопрос в другом, как бы, как о ней рассказать, так, чтобы они все узнали, да, вот, например. Ну, да, ну, я подумаю об этом, то есть можно, по крайней мере, да, у Любимовки обновился сайт, и может быть, действительно, фестиваль, если у него будет такая возможность, придумает какую-то полку текстов, да, которые не вошли в шорт-программу, не вошли во фринч-программу, но которые достойны внимания, и которые можно с этой полки взять и почитать, да, даже виртуально. Потом есть сайт ремарки, да, тоже большого фестиваля, и детская ремарка, и взрослая ремарка, и там тоже можно искать пьесы, но если мы говорим об эксперименте, то это, скорее всего, фринч, ну, и шорт, потому что очень часто те авторы, которые пишут для шорт-программы, они, ну, для фринча, они потом переходят в шорт с возрастом, вот, то есть они пишут более какие-то линейные пьесы. Есть еще какие-то вопросы, соображения, суждения? Вы имеете в виду проблему конструирования характера, да, то есть герои как характера? Мне кажется, что можно говорить, потому что есть ситуация конструирования героя в виде социальной маски, да, и мы можем таких примеров, в том числе и в драматургии, найти довольно много, да, или пьес, внутри которых маска спорит с характером, да, ну, например, там, те же самые пьесы Масловской, да, где, например, герой избавляется от маски и превращает, ну, как бы вырастает в характер, да, но также мы можем видеть огромное количество, ну, например, тех же самых, сейчас на ум не придет, ну, предположим, документальных текстов, да, внутри которых герои остаются на уровне вот заданных масок, да, ну, вот как бы они вот в масочном режиме существуют. Когда мы разговариваем о текстах, например, ну, подвиге, Потаповой, здесь очень сложно, ну, как бы, причертить характер, потому что сам по себе субъект речи, да, который рассказывает эту историю, он носит мерцательный характер, да, мы его никак не можем поймать, да, ну, фактически мы не можем его буквализировать, он как воздух, да, то есть совершенно непонятно, кто эту историю, как бы нам рассказывает, да, то есть от чего лица ведется эта репрезентация, или съемка, или фотофиксация, да, это живое или неживое, да, и в конечном итоге, в конце пьесы мы понимаем, что, в общем-то, ну, как бы материалом, да, для этого разговора является, ну, так скажем, фигура то ли робота, то ли человека, да, который эту запись сделал, да, и говорить о характере, да, внутри этого робота сложно, да, но в то же самое время мы понимаем, что этот механизм не является маской, да, то есть это вот какая-то третья сущность, в задачу которой входит передать нам эмоцию, да, и запустить эту историю внутри читателей или внутри, соответственно, зрителей. Я не знаю, ответила я вам на этот вопрос или нет. То есть это как бы, ну, так скажем, построение проводника, да, то есть попытка построения проводника через, ну, как бы неодушевленное, как бы осуществить эффекты одушевленного, да, да, и в данном случае внутри этих текстов очень трудно говорить о развитии характера, потому что, по большому счёту, мы имеем дело со структурами, то есть внутри этих структур, ну, в привычном смысле слова очень сложно найти тело, да, какого-то субъекта, который мог бы развиваться, там, условно, как характер, да, то есть он развивается внутри нас, да, то есть, ну, как бы как подсаженный внутри нас чужой, да, который начинает прорастать и начинает испытывать то, что мог бы испытывать, там, один персонаж, второй персонаж, да, например, в магазине, это очень интересный опыт, да, то есть это как раз-таки опыт свидетельства и соучастия, да, то есть если мы говорим об определённой эмпатии по отношению к тексту и об определённом переживании, да, то есть это вот такая вирусная история, я бы сказала, да, касательно этой драматургии, то есть на кого-то этот вирус распространяется, а на кого-то, ну, как бы естественным путём нет, да, то есть просто, ну, как и в жизни, да, и это в чистом виде не характер. Всё, да, спасибо большое вам. АПЛОДИСМЕНТЫ